Отец Макседык, от чего зависит сила молитвы? Сила молитвы, ну, наверное, конечно, от веры. От веры, зависит от внимательности, и самое главное, сила молитвы зависит от чистоты жизни человека. Потому что если молитва подкреплена жизнью и делами, такая молитва будет услышана. А когда человек молится об одном, совершает совсем другое, а думает третье, тогда никакой сильной молитвы речи не может. Почему молитва сильная была у кого? У святых. И поэтому-то сначала святость жизни, а потом и сила молитвы. У грешного человека никакой силы молитвы быть не может. Поэтому и за молитвой к кому обращались? К отцу Иоанну, к отцу Серафиму, к отцу Ростю, Макарию, Льву Антонию, Моисею, Исаакию, так сказать, к святым людям обращались. И поэтому, если хочешь, чтобы молитва так бы услышала, в первую очередь надо Богу послушать и быть послушным Богу. И вот надо нам, телезрителям, запомнить и на компьютере набрать, и на холодильник с помощью магнита прикрепить одну мысль, которую я сейчас скажу. Скажу медленно, чтобы вы запомнили, Бог слушает послушных. Хочешь, чтобы тебя Бог услышал? Ты услышь Бога, что Он тебе говорит, о чем просит, и что Он говорит, каким Он хочет видеть своих детей. Если ты чадой Божией, тогда и будь настоящим чадом Божиим, похожим на своего Спасителя. Настолько, насколько это возможно. Как мы можем быть похожими на Спасителя? Священное Писание нам об этом говорит, какой был Христос и какие были Его апостолы. Вот такими должны быть и мы. Не такие, вот тогда у нас покаянные молитвы, поскольку мы не такие, а должны бы быть такими, святыми. Вот поэтому сила молитвы от силы жития.